на библейский портал экзегет поступил вопрос верный в малом и во многом верен это евангелие от луки слова господа глава 16 стих 10 что значит в малом в малом это значит в повседневном велико это еще впереди ну например кто знал в девятнадцатом веке что будут гонения на церковь что священникам епископом придется буквально выходить на свою голгофу и мучения которые испытала наше духовенство эти пытки которые безбожники воздвигли на церковь они были сопоставимы со страданием первых мучеников чтобы подготовиться к великим испытаниям нужно учиться быть богу верным в мелочах и по мелочам познается христианин ежедневно нам господь дает возможность эти мелочи для бога вообще-то нет мелочей но скажем тогда эти евангельские мелочи или выполнить или от них отказаться вот можно встать на 15 минут раньше это мелочь или нет ну наверное да чтобы прочитать не чтобы попить кофе спокойно чтобы прочитать главу из евангелия или прочитать свое молитвенное правило постный день можно попаститься а можно нарушить пойти на все ночные бдения воскресные или его пропустить каждый раз мы взаимодействуем с людьми мы можем простить можем осудить мы можем помочь можем пройти мимо мы можем пожалеть можем посмеяться и вот если человек внимательно живет если он имеет такой навык подводить итог прожитого дня он может и должен это делать просматривая свой день как он его провел с точки зрения евангелия и бог нас будет судить не по каким-то великим делам вот как сказал листочник вот то что ты не был не богословствовал то что ты не был пророком то что не воскрешал мертвых не исцелял прокаженных но если ты не плакал о своих грехах за это господь тебя спросит и может быть даже и осудит поэтому мелочи это лицо христианина знаете вот кто делал ремонт в квартире прекрасно понимать что мастер познается по мелочам вот можно сделать например стену но не вывести углы или допустим класть плинтус который в каком-то каком-то месте допустим отойдет от стены будет щель или дверь будет вставлена но она будет закрываться или открываться да то есть мастерство мастерство оно познается так как в том как сделаны мелочи мелочи и христианская жизнь она тоже познается в мелочах нельзя для бога сделать что-то великое если ты в мелочах постоянно ему изменял и нарушал эти мелочи что касается брака можно тоже пример привести если вот до брака человек но неуважительно относился к женщине мог допускать какие-то злые усмешки шутки был неверным например страдал не чистыми всякими мыслями взглядами вряд ли он будет таким верным любящим супругом казалось бы все хотят достичь такого семейного счастья семейной гармонии но в мелочах тоже был неверно мелочи хороши тем что они всегда рядом с нами и не надо ничего выдумывать не надо никуда ехать искать каких-то старцев или какие-то монастыри надо вот начинать свою жизнь с краткой молитвы господи вот я жив я сегодня хочу прожить день по твоей воле укажи мне пожалуйста вот какие тела нужно делать для тебя и для своей бессмертной души для моей бессмертной души и бог тебе обязательно совесть положит что что надо сделать например ты сел за стол и отказался от лишней котлеты или отличный там чашки кофе а может вообще решил в постный день вместо кофе попить воды простой это же мелочь да или как ты вот еще раз говорю захотел посмотреть там телевизор или какой-то там телеграм-канал открыл который можно за залипнуть на два часа нет 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 не хочу я лучше возьму псалтирь прочитаю почитаю кафизму и помяну например усопших воинов-солдат даже не зная имена и и вот каждый раз когда ты делаешь усилия в эту сторону ты оказываешься верным богу например верность проявляется в мыслях наших вот идет мужчина видит красивую женщину или девушку и хочет на нее прямо так вот посмотреть с вожделением по евангелию как сказано да и нет нельзя отводит взгляд проходит мимо закрывает глаза смотрит другую сторону он победил греховный помысл не велик труд да но мелочь и каждый раз когда мы будем эти победы в мил в мелочах одерживать наша личность наша христианская личность внутренне этот стержень который в душе он будет крепче и если придут испытания 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 это что это разделение людей на верных и на отступников вот грянул двадцатый век с революции с гонением на церковь что произошло наступила эпоха мучеников эпоха отступников кто-то стал святым вот ходили в один храма люди кто-то стал святым и бога прославил своим страданием а кто-то снял крест убежал отрекся и стал предателем вот пожалуйста в чем причина отношение к мелочам верность мелочам или неверность подумаешь пост нарушен подумаешь правила прочитал подумаешь женщины пофлиртовал подумаешь выпил подумаешь год не причащался вот и подумаешь а когда наступит тяжелое время это все как маленькие камушки вот собранные или как маленьким копееч который вот человек собирает каждый день каждый месяц из этих копеечек потом капитал образуется а у кого его нет тот все кажется нищим поэтому мелочами пренебрежет пренебрегать нельзя их нужно ценить и нужно очень бережно и очень правильно к ним относиться и понимать важность быть верным в малом как говорит об этом господь в евангелии от отлуки внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и